Это произошло ранее весной 1922 года. Известный индийский археолог Ракхал Баннерджи и его несколько коллег работали в долине реки Инд, неподалеку от города Ларкана. Сейчас это территория государства Пакистан. Раскопки в этом месте проводились не случайно. Археологи хотели обнаружить следы древней загадочной цивилизации, существование которой упоминалось в старых индийских легендах. Затея была достаточно смелая, так как кроме туманных мифологических сюжетов из местного эпоса, никаких других зацепок у исследователей не было. И когда уже все ресурсы экспедиции были исчерпаны, один из помощников Ракхала Баннерджи обнаруживает под оголенный ветром верхушки Бархана что-то напоминающее руины доисторической городской постройки. Археологи начали копать, и то, что они увидели дальше, повергло их в шок. Это действительно был дом, а в нем находились скелеты 13 взрослых и одного ребенка. Судя по позам останков, было понятно, что эти люди погибли внезапно. Но они не были убиты или ограблены. Перед смертью они сидели и ели что-то из мисок. Дальнейшие раскопки еще больше убеждали исследователей, что они наткнулись не просто на древний город, а на эпицентр страшной катастрофы, которая в один момент погубила неизвестную доселе цивилизацию. Это было давным-давно, может три, может четыре тысячи лет назад, а может и намного больше. В благоухающей долине великой реки Инд стоял город. Необычный город для той эпохи. Однотипные дома располагались буквально по линейке. В центре домостроения был двор, а вокруг него несколько жилых комнат, кухня и помещения для омовения. Главные улицы были очень широкими. Одни шли строго с севера на юг, другие с запада на восток. По улицам протекали арыки. Из них в некоторые дома подавалась вода. Каждый дом был связан с системой канализации. Нечистоты по подземным трубам выводились за пределы города. Он действительно уникальный. И уникальный он прежде всего тем, что он больше напоминает не древний, не средневековый город. Не города, скажем, нашего 16-17 веков. Он напоминает действительно город 20 века. По крайней мере, когда удалось его, а, откопать и, б, реконструировать, бросилось в глаза то, что, во-первых, там были многоэтажные дома. От трех до семи этажей. Что, в общем-то, уже само по себе удивительно. Кроме того, город имел нормальную, если подходить из современных стандартов, прямоугольную планировку. Горожане, судя по всему, были людьми образованными. Об этом говорят обнаруженные среди развалин публичные библиотеки. Одной из сенсаций, сделанной археологами при раскопках, стала находка строений, которые были идентифицированы как городские общественные туалеты. Причем с помещениями для индивидуальной гигиены. Только высоко развитая и богатая цивилизация могла создавать подобные элементы инфраструктуры. Наверняка эта цивилизация обладала высочайшими знаниями, потому что даже такие мелочи, как, например, канализация, которая там была проведена, и общественные туалеты, это как бы косвенно, но свидетельствует о том, что уровень цивилизации был очень высок. Что это было за цивилизация? Никто на этот вопрос не может дать четкого ответа. Согласно различным тайным источникам, первая цивилизация на Земле возникла 78 тысяч лет назад на гигантском континенте Лемурия. Спустя 50 тысяч лет она была разрушена землетрясениями, вызванными смещением земного полюса. Кроме того, есть миф об Атлантиде, которая погибла 12 тысяч лет назад. Есть еще одна загадочная цивилизация. Она, по предположениям некоторых исследователей, существовала в Индокитае и именовалась империей Рамы. Ныне ее останки поглощены непролазными джунглями или покоятся на дне океана. Но в этой империи не числился таинственный город, останки которого обнаружили индийские археологи в 1922 году. Наше представление о цивилизации их прошлого, даже не детский сад, а практически ничего. Мы даже в отдаленности не можем себе представить, какие цивилизации, с какими возможностями, на каких принципах существовали тогда на планете, когда они существовали, когда они ушли, когда они погибли, когда они растворились и так далее. Махенджедар. Так нарекли таинственный город, обнаруживший его археологи в долине Инда. В переводе с древнеиндийского языка синдхи – холм мертвых. Жуткое название. Что же здесь произошло? Махенджедара перестал существовать одномоментно. Засыпанные землей и камнями единичные групповые скелеты свидетельствовали о том, что до самого последнего мгновения люди спокойно ходили по городу, и разразившаяся катастрофа застала их врасплох. В чем-то это напоминало гибель всего населения Помпеи. Такое впечатление у археологов было, что люди, ну, внезапно шли по улице там, или кто-то сидел дома, занимался делом, и вдруг какой-то удар страшный, и который мгновенно и убил этих людей. Археологам пришлось отбрасывать одну за другой версии гибели таинственной цивилизации. Одна из таких версий – город был внезапно захвачен врагом и сожжен. Но во время раскопок не нашли ни оружия, ни следов сражения. Скелетов оказалось довольно много. Однако все эти люди погибли не в результате борьбы. Что же их тогда погубило? Причем в один момент. Чуть позже намек на причину трагедии был обнаружен в древнеиндийском эпосе Махабхарата. Там говорится о том, что была некая цивилизация в долине реки Инд, и вдруг произошел мощный взрыв, последовавший за ослепительным небесным сиянием и огнем без дыма. От высокой температуры окрестные воды вскипели, а рыбы выглядели как обгоревшие. Ведь, собственно, что удивительно, посреди города есть буквально выжжена, оплавленная некая территория с радиусом около 200 метров. То есть никакой природный механизм, будь там метеорит, иначе бы осталась воронка, будь там какая-то молния, линейная, шаровая, таких размеров, просто в природе пока мы не зарегистрировали. Природу такого взрыва не объясняют. То есть взрыв. Наверняка был. Все последующие попытки разгадать тайну гибели Махенджа Дара приносили все больше неожиданных открытий. Анализ найденных археологами скелетов показал удивительную вещь. Смерть тысяч жителей наступила от резкого повышения уровня радиации. Стены домов были оплавлены. И среди обломков исследователи обнаружили пласты зеленого стекла. Именно такое стекло видели после ядерных испытаний на полигоне в пустыне Невада, когда плавился песок. И расположение жертв катастрофы, и характер разрушений в Махенджа Дара напоминали события августа 1945 года в Хиросиме и Нагасаке. Когда приехали специалисты, это уже в 50-е годы, из Японии, они осматривали эти дома и говорят, ой, как это все похоже на Хиросиму и Нагасаке. То есть взрыв, взброшенная атомная бомба. И тогда члены археологической экспедиции сделали сенсационный вывод. Существует вероятность, что Махенджа Дара стал первым городом в истории Земли, подвергшимся ядерной бомбардировке. Следовательно, что мы здесь имеем в целом? Произошел некий взрыв, скорее всего, надземный, мощностью сравнимый где-то около 5 килотонн, в результате чего люди, находящиеся поблизости, вернее, остатки их скелета, лежали в очень странных позах с высоко поднятыми руками. Такое впечатление, что они могли закрываться от некой вспышки. Значит, это был ядерный взрыв? Но возможно ли такое 4 тысячи лет назад? Если внимательно читать древнеиндийский эпос Махабхарата, то там можно обнаружить описание некоего загадочного оружия, которое применяли персонажи произведения в битве цивилизаций. Вот что происходит при применении этого оружия. Вздрогнула земля под ногами, вместе с деревьями зашаталась. Всколыхнулась река. Даже большие моря волновались. Растрескались горы. Поднялись ветры. Померк огонь. Затмилось лучезарное солнце. Белый горячий дым, который был в тысячу раз более ярким, чем солнце, поднялся в бесконечном блеске и сжег город дотла. Вода кипела. Лошади и военные колесницы были сожжены тысячами. Трупы упавших были искалечены ужасной жарой. И так, что они больше не напоминали людей. Солнце, казалось, дрогнуло на небеса. Земля дрожала, опаляемая ужасной жарой этого оружия. Слоны вспыхивали пламенем и в безумие бежали в разные стороны. Пали все животные, придавленные к земле. И со всех сторон языки пламени лились дождем непрерывно и беспощадно. Интересно, что большую часть таких текстов переводчики и историки конца 19-го, начала 20-го века считали просто жуткой сказкой. Ведь до ракет с ядерными боеголовками было еще далеко. При этом некоторые современные исследователи считают, что одна из древних цивилизаций, о которой нам почти ничего не известно, вполне могла владеть технологиями расщепления атомного ядра, обогащения урана и производства ядерного оружия. Интересен еще один факт. Исследователи утверждают, что некоторые другие древние города, раскопанные археологами в Северной Индии, также имеют признаки следов, которые остаются от взрывов большой мощности. Один такой город, найденный между Гангом и горами Радж-Махал, как оказалось, погиб от запредельно высоких температур наподобие Махенджи-Дару. Огромные стены домов были сдавлены и сплавлены вместе, то есть буквально превращены в стекло. Сильная жара, способная расплавить камень, может быть объяснена только ядерным взрывом. Город был стерт с лица земли полностью. И здесь опять приходят на ум страшные сюжеты битвы богов из эпоса Махабхарата, где неведомым оружием уничтожаются города и государства. И оружие это, судя по характеру разрушений, ядерное. Я считаю, что Махабхарата, хотя описывает, на мой взгляд, индийские события, но, мне кажется, толковать Махабхарату можно и в планетарном значении. То есть локальных ядерных войн не бывает. Она может начаться локальной, но охватить потом на чрезвычайную территорию и перерасти в глобальную. Некоторым косвенным подтверждением версии глобальной ядерной войны в глубокой древности могут служить странные находки, сделанные археологами в последнее время. Ученые раскопали города, в которых каменные постройки были буквально превращены в стекло. Эти сенсационные находки были сделаны в Ирландии, Шотландии, Франции, Турции и других местах. Нет никакого логического объяснения так называемой витрификации, то есть перехода в стеклообразное состояние твердой каменной породы, кроме как от применения ядерного оружия. Мы можем предполагать, что шли боевые действия, но кто с кем воевал, мы об этом понятия не видим. Мое ощущение, что все-таки воевали не космически пришиться, а земляне землянами. Есть еще один любопытный момент. Руководитель исследовательских работ легендарного Манхэттенского проекта доктор Роберт Оппенгеймер, как известно, был знаком с древней санскритской литературой. На брифинге для журналистов, состоявшемся после того, как была испытана первая атомная бомба в Неваде, Оппенгеймер процитировал священное описание древней индийской цивилизации Бхагавадгиту. Теперь я стал смертью, разрушителем миров. А позже, когда его спросили во время лекции в Рочестерском университете, было ли это первой атомной бомбой, взорванной на Земле, он ответил, ну, в современной истории, да. То есть создатель бомбы намекнул на то, что ядерным оружием вполне могли обладать загадочные древние цивилизации нашей планеты. Но мыслимо ли было обладать человеку такими сверхъестественными технологиями в доисторическую эпоху? Безусловно, но только это были технологии, опять лишь, маготехнологии. Другой способ взаимодействия с окружающими, там, веществом, там, силами природы, принципиально другой. Боги это, пришельцы это сделали, жрецы, там, древних, там, цивилизаций каких-то и так далее. Это не столь важно. Нельзя исключить того, что в древности могли существовать цивилизации, превосходившие в своем развитии нашу. Цивилизации, ганувшие в лету в пожаре ядерной войны или в результате воздействия другого страшного оружия, технологии которого нам неведомы. Пока же, ни одна из гипотез гибели Махенджа Дара не подкреплена достаточно вескими доказательствами. Поэтому трагическая судьба таинственного города в долине реки Инд так и остается для нас неразгаданной загадкой. Редактор субтитров А.Семкин